Марк спросил, он сейчас сыграет, он отожмется, а тебе ты без спроса, 25 отжиманий. Ты уже начал бой? Ещё пока загрузка идёт, давай быстренько 25 отжиманий. Я попробую, так говорят, давай. Да, повиси, иди с мамой, помоги, пожалуйста. Давай, давай, иди к маме на маленьком турничке, иди на подставку к маме. Не бросай, убери на пакетик, Лука. Один мячик брали? Я, да. А один я положу. Лука, пожалуйста, вот те петельки, которые висят на брусьях, видишь, жёлтая верёвочка, Лука, вот туда иди, жёлтая верёвочка висит. Размотай её. Размотай, размотай её. Не, а зачем ты залезаешь? Или маме попроси, чтобы она тебе помогла размотать. Да. Сделали всё, молодцы. Вот ты можешь взять за петлю, повисеть руками. Просто взять, повисеть, ноги вниз, прям по земле вперёд распластай. Это поудобнее будет, руки не так обжелезки, образные пластмасски, они не так корябаются. Чё, Дим, как самочувствие? Да, спокойненько садись вниз, прям садись. Ножки вперёд выводи. И постарайся прям больше, и постарайся расслабиться, да. Вот провиси чуть-чуть. Можно попробовать подтянуться немножечко. Дим, как ощущения? Как? А чё ты хотел сделать, Диман? Блин, братан, ты подводящий сделал? Я узнаю подводящий, но антиградусы я чё-то не так делаю. Так вот, надо каждый раз начинать с малого. Надо каждый раз с малого. Антиградус не лечит. Антиградус не лечит? В большинстве своём люди более склонны страдать, чем бороться, чтобы устранить причину страдания. Тонас чатится. Надо, Димарик, каждый раз подводящий делать. Чтобы потом у тебя было всё, парни, спину прямо, пожалуйста. Ты можешь даже кверх ногами повисеть, если ножки засунешь в нижние петли. Да, в ступни ложись. Матик, себе постели квадратик под спину один. Возьми любой квадратик, да. Вот этот, который перед тобой прям. Лука, помоги маме. Квадратик под спину и постели. Димарик, спокойно, спокойно, братан, спокойно. Мне кажется, надо что-то попроще и подводящее. Даже с учётом, что ты круто умеешь его делать. Ну, всему своё время, погоди. Я как-то тренировался на большом турнике, но очень высоком, нет? Я бы отрезки его и разучился делать. Ну, вот видишь, какой плюс есть у небольшого турника. Прямо намного выше того, около улицы. Не-не, всё правильно. И теперь спокойно так же и расслабься. Потом, допустим, если захочешь, можешь ноги засунуть в петли повыше. Просто, если ты сейчас сразу на турник захочешь повиснуть, во-первых, можно испугаться, во-вторых, ногам будет больно. А это как бы сейчас тело, да-да, можно так поделать, да. Таз поподнимать. Это подводящее, всё такое, общеукрепляющее. Укрепляющее. Спокойно, Димарик, спокойно. Что там тогда этот... Сколько ты хотел просмотров тогда? Сейчас, погоди, где-то сейчас найду. Элемент, элемент, ты всё переживал. Ты всё переживал? И за что там ласточку или что ты там делал? Заедут, контрпередение. Как? Контрпередение. Не-не-не, ласточку ногами ты делал, да? Нет, это контрпередение. А, это, стой, отставить, да. Ну, то мне написали, что я могу вызвать. Ну, и 4000 просмотров, видишь, а ты переживал. Нормально. Не писали, что можешь сделать, да, надо просто делать, конечно. И так же у вас, парни, делайте, дерзайте, бодритесь. Руслан, что батя говорит? Ты звонил? Так, 8 часов, 8 минут сейчас на моих часах. Звоним родителям. Если они подтягиваются, можно до 9. Помнишь? Я сам сейчас по дорогам. Ты сам пешком идешь? А, ты на велосипеде? Он у тебя внизу застегнутый? На цепи? Без цепи? Там же нету. Блин, ну хотя бы колеса. Здесь угоняли велики. Несколько лет назад угоняли отсюда. Ну, я ничего не исключаю краски, просто цепь с собой. Хотя бы как вот... Есть-то? Все, тогда застегивай цепь и раму. И все. Стоих откусить. Не, ну здесь кто кусать будет, охрану увидит. Я имею в виду, что кто-нибудь не взял, так и не вышел, знаешь, это. Ну, типа мое. Диман, ты до 8? Ну, мы все равно уже, может быть, да. Ну, давай силовую, давай гантельки, давай штанги. Мне еще и уроки делать. А что за уроки? Русские еще. Репетитором где ты позанимался? Ну, ты и русский же занимался репетитором. Математик. Математик. Руслан, все равно, если пойдешь, батя позвони, скажи, батя, я выхожу. Да, очень. Точно? Ты что там сейчас поиграл? Катку прошел? Катку закатал? Марк, ты обещал одну. Давай еще 25 отжиманий. Ты одну обещал, ты нам с мамой обещал одну. Руслан, 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 маты квадратики постели. Лука, помоги, пожалуйста, квадратики, на которые мама не лежит, постелите Лука квадратики. Руслан, постелишь? Квадратный поролон. Марк, давай заканчивай. Хорошо. Доигрывай, когда играешь, 25 отжиманий им отстелить. Лука, на маму не наступи только. Руслан, поможешь? Только не злись. Ладно? Злой? Сегодня Марк злой пришел, и Руслан что-то сейчас разозлился. Вы что, вы там этих киберспортсменов что-то хотите ушатать? Руслан, брат, это не твой выбор, киберспорт, забудь. Развивайся. Ну, допустим, у тебя батя занимается строительством. Ну, занимайся, изучай строительную тему, или тебе не нравится это? Интересно. Ты знаешь, как можно красивые вещи делать? Люди ценить будут. И это очень хорошо монетизируется, вот эти умения. А гимнастика вам поможет стать хорошими строителями, инженерами, тружениками, водителями, просто людьми, хорошими людьми. Я системным администратором хотел быть. Это на компьютерах? Системник. Это айтичник, да, типа? Ну, и нормальная тема. Я все время гимнастик. И там только этот. И дай мне ты, что, пойдем до компьютеров, через новую экосистему, настройка системы. Не вздумай, Дима, никакие курсы покупать, вот эти вот разные школы, skill factory, там, или прочее. Это надо, нет, самоучка, это одно образование. Тебе же надо будет получить? Иди в Яблочково, радиоэлектронное, иди. Реально, не пожалеешь. Там очень четко радиоинженерия, там всякие движухи. Алло. Сергей Сергеевич, Марк, заканчивай, пожалуйста. Да, еще раз здравия. Там, там свой вопрос сделала. Да, в зале все путем. Вот здесь Марка пытаюсь от телефона, вместе с Евгением Геннадьевной, его мамой, от телефона пытаемся оторвать. Марк, помоги материстикам, ребятам, пожалуйста. Да, да. Ты только выезжаешь, что ли? А, так, а что-то время, вот ты во сколько-то тружбу заканчиваешь? Как? Нифига себе. Пошел? Все, Руслан, да, все, доброго? Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич. Сейчас, что говоришь? Сергей Сергеевич, привет. Сергей Сергеевич, привет. Привет передает. Руслан, не злись, пожалуйста. Сергей Сергеевич тебе тоже привет передает. Да. Мал. Мал. Он со службы только едет, спрашивает, братан, ехать ли в зал к нам. Прикрепляюсь только с трудов. Вот она сила гимнастики, понимаете, как. Оттрудился парня госмену, в 12 часов пропахал. Но он, правда, айтичник, он за компьютером, там все дела. Но все равно, это Сергей Сергеевич, это вот, ну, тоже такой, это их защитник, их защитник и заступник. Надеюсь, и гантелька. Гантелька классная, относи. И что, Николай Алексеевич, что он там? Мам, ты положил у меня футболку, да? Все, пока. До свидания, Руслан. Угу. Иди в этих штанг. А заявление подано, он его принял, да? Все, как полагается. Угу. Лука, помоги, пожалуйста, парнем. Что я делаю? Что-то я делаю. Да. Я не буду с мамой. Что, дядя, развеет? Поросишь? Нет, можно помочь ребятам. Так. Не, не, это я вот Луке говорю, что лучше помочь ребятам. Он говорит, можно сесть на диван, но я ему говорю, что лучше ребятам помочь. Марк. Носочек, да, Марк, хорош. Так. Нет, нет. Так. Угу. Угу. А согласовывать с комитетом образования надо это? Ты это сможешь написать в этом ВКонтакте, ну, парням, там, в дела и движня, чтобы все четко было понимать. Оставь, оставь, я сам, Евгения Геннадьевна. Я сам уберу, оставь. Я уберу все. Составлять лучше пусть Захар составляет. Или это ты составишь, или Захар, да, но Захар более. Нет, в принципе, если ты изучишь эту тему, как составляются письма, а Петрух как юрист это перепроверит, то это классно. Просто вот эту всю информацию в диалоге, в дела и движня, там, это, черкани, напиши, чтобы парня в курсе было. И подумаем, на какое число нам организовать. И какие школы первые запустить. Лука, помогай ребятам, пожалуйста. Что еще? Как у нее там самочувствие? Евгения Геннадьевна, ну ладно, ну что ты. Дим, Дим, я понял. А этот, Дим, забери, Лука, Марк, заберите у мамы Мата, а ее на диван отправьте, чтобы она отдыхала. Этот, а Улегин Сергей выписался. Что, не знаешь, он не сказал из больницы. Ну, он все, в общем, поправился, все лучше, да, у него стало? А, ты ему посоветовал, да, какую-то камеру вроде бы? Да, 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 да. Марк, матрас, матрас, братан, матрас, поролоны, Марк, Лука. Этот, да, серый, все правильно. Потом еще такой момент. С Володей Гантелей-Гири, во, Володей Гантелей-Гири. Влад, Влад, отставить, да. Это я просто тебе напомнил, но хотел, ну, хотел и другое спросить. Ну, да, это, наверное, про камеру я когда-то мысль пошла. Лука, сейчас, секундочку, подожди, пожалуйста, Сергей Сергеевич тебе привет передает, кстати. Рукой тебе машет. Ему тоже, Серега, тебе привет. Это, как раз я и хотел спросить камеру, да, с кем-то посоветовался там, вот что за камера нормальная она будет, и вот про Владика вспомнил. На этом, на камеры, подключаться можно от телефона к ней? Да, это будет на майн-рассе. У тебя будет, у тебя будет эта возможность? Что-то? У тебя будет такая, на сколько номерок будет она? Или как, на сколько можно сделать? Вот этот момент, когда я не учил, не глянул. Давай, продумай так, чтобы было несколько, чтобы мог ты, Денис и он подключаться свободно. Ага. Лады? Все, я понял, первое, что да. Ну, это потому что это правильный, да, это правильный, под контролем, чтобы под вашим было. Да, ладно. Я понял. Так-то все, что, в общем, как, все путем? Что он сказал? Да, все путем, все хорошо. Простите, все, включите. Расчески заказал? Нет, еще пока. Вот, сейчас, вечер, я не отдал. Ну, вот, ты давай, ты сейчас отдыхай, вернее, это я, знаешь, просто так спать. Дим, я там уберу все. А посмотри, Дим, где замочки лежат, замки. Все, все, вижу. Все, в общем, все путем, да? Все хорошо. Да, да, расчетки я заказки делаю. Завтра у тебя, ну, это да, завтра у тебя дневная смена? Завтра у тебя, завтра у тебя дневная смена. Завтра у тебя дневная смена была, завтра у тебя. Все, Серый, трудись спокойно. От парней тебе здравие, парням от тебя тоже здравие. Диман от воду пьет с радостью, родниковую. У Артема сегодня, Маркушова, у дедушки день рождения, тоже там, этот... Так, его мысли, ну, Диман Магнезию не забудь. Да. Так, вроде все, в общем, завтра трудишься, завтра у тебя ночь. Все, ладно, Серый, тогда что, доброго пути? Ладно, Марк, 25 отжиманий, помнишь? Давай, давай, давай. Лука, тебе тоже. Приседание, потому что на диване сидишь. Приседание? Да, приседание. Это здесь просто присел. Ну, конечно, он сидит задумчивый такой, сидит, слушает, как мы общаемся, о смысле жизни размышляет. Помнишь, как Димарик тоже союз не бывает, раз так задумывается о смысле жизни, о мироустройстве. Все, Серый, трудись, всем здравия, братух, и до встречи, да, скорейший. Вконтакте там, это, в диалог напиши, вот здесь вот бежню. Вот, если что, да, на связь тогда. Все, ладно. Да, всего доброго. Он на диванчик присел, ну, а Марку за 15 минут играет, то что он нам сказал. 5 минут. Ну, долго, долго ты играл. Приви рюкзак. Малый мой. Что, вы все, Дима, ты тоже домой? Уроки делал? Молодец. Не грусти, братух. Ты че, все, успокойся, ладно? Этот, в субботу заряжены на субботу? Ну, сейчас в субботу нет, наверное. Давай, давай, давай. Парни, суббота, парни и девчата. Суббота и 12 апрельская, и пасхальный у нас будет розыгрыш на подарочные занятия. А, кушать будем? Кушать? Да. Не, ну, перерыв-то с 6 до 8 будет там какой-то, вернее, в 6 часов через 20. Нет, я здесь не буду ничего делать. А, ты имеешь, что, чай питьешь, и, конечно, будем. Я думаю, кушать будет лучше столовую, что ли. А, в четверг не будет, что ли? Будет, будет. Нет, тренируемся, конечно, просто в субботу это 4 часа, когда можем позаниматься и там как-то повеселиться. Они вот здесь вот отдыхают, соревнования провести. Все, ладно, до сегодня. Все, всего доброго, да. До свидания. До свидания. Лука. Рюкзак. Все хорошо, кто вещи забыл? До свидания. Что, Димарин? Нормально все? Да. Все, ну, если, братан, с этими элементами все делаю подводящие, ладно? А еще лучше сейчас бы базу, вот если ты не сопарнился в элементах, не гони. Всего доброго. Да, всего доброго, до свидания. Марк, по самочисту маме скажи, горячая ванна, расслабляющая, сыновий массаж, и завтра следи за ней, послезавтра. Будет, возможно, будет так, ощущение. Чем хороша ванна, перед сном горячая, она прям нормально расслабляет. Нет, ванна у нас в кабине. А, блин, ну кабина это да. Ну тогда какой-нибудь такой напор душа, чтобы прям это. Ладно, спасибо большое. Да, всего доброго, Димарик, базу, базу качай. Да, всего доброго. А у нас вода больше. Серьезно? Опять не знаю. Горячую и холодную? Нет, именно горячую тоже. Ну, тазиками греть. Ну, в ледяное расслабляйся тогда. А, вы же что, десятая баня же рядышком. Ну, да, общественная это как бы не особенский, согласен. Хотя, что, с братвой собраться, можно какую-нибудь... Ну, опять, если это денег надыбаете, можно какую-нибудь сауну снять. На часочки на два попаяться. Только вам кто-то взрослый нужен, потому что, мне кажется, ну, подростка. Хотя, фиг его знает. Мы в свое время умудрялись по-разному. Ну, если, короче, чей-то батяня потянет, с вами съесть, то вот можно какую-нибудь такую парилку придумать. Димарик, не кисни, братан, воды? Все, всем здравия. Все, всего доброго. Не заганивайся, ладно? Все, всего доброго. Учись хорошо, Дим. Все, парням привет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все подобно всему в каком-нибудь отношении, Пифаго. Нет еще на свете такого холма, вершины которого настойчивость в конце концов не достигнет Чарльз Диггинс. Герои нужны в минуту опасности. В остальное время герои опасны. Свобода — это ответственность. Вот почему я так бояться. Бернард Шоу. Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом. Конфуций. Можно обещать действия, но никак не чувства, ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-либо всегда любить его, тот обещает нечто, что не находится в его власти. Придрих Ницше. Не цепляйтесь за свои недостатки под тем предлогом, что этот мир далек от совершенства. Жюль Ренат. Не тот мужественен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху. Константин Ушинский. Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной. Иван Павлов. Ежели ты хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется. А ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется. Михаил Ломоносов. Совершенство складывается из мелочей. Микеланджело. Сила познания в сомнении. Максим Горький. Тот, кто победил других людей в сражении, может быть побежден. Но тот, кто победил себя и владеет собою, останется навсегда победителем. Дхаммапада. Несчастье походит на труса. Оно преследует людей, которых видит трепещущий, и убегает, когда смело идут ему навстречу. Антуан Жюбье. Неусыпный труд все препятствия преодолевает Михаил Ломоносов. Без труда талант — это фейерверк. На мгновение ослепляет, а потом ничего не остается. Роже Мартен Дюгар. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели, Федор Достоевский. Что бы о тебе не думали, делай то, что считаешь справедливым. Будь одинаково равнодушен и к врицанию их похвали и похвали. Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны. Дианисий Галикарнадский. Не бойтесь ошибаться. Бойтесь повторять ошибки. Теодор Рузель. Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец Фицерон. Страшась попытаться, мы многое упускаем, Джон Бэй. Неудача, это только возможность начать снова более разумно. Дианрико. Когда человеку лежать на дно у боку неудобно, он перевертывается. А когда ему жить неудобно, он только жал на руку. Победа достанется тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем в институте. Японская богоматка. Побеждающий других силен, а побеждающий самому себя в могуществе. Лао Цзинь. Вдохновение рождается только от труда Пётр Чайковский. Только тот, кто предпринимает абсурдные попытки, сможет достичь невозможного. А для Кейншин. Единственный способ определить границы возможного, это выйти за эти границы. Артур Кларк. Возможности человека неизмерены до сих пор. Судить о них по предыдущему опыту мы тоже не можем. Человек еще так мало дерзал. Генри Тор. Если что-либо тебе не по силам, то не решай еще, что оно вообще невозможно для человека. Но если что-нибудь возможно для человека, то считай, что оно доступно и тебе, Марка Мэй. Разумный человек приспосабливается к миру. Неразумный приспосабливает мир к себе. Поэтому весь прогресс зависит только от людей неразумных. Бернард Шоу. По-видимому, на свете нет ничего, что не могло бы случиться. Марк Мэй. Кто приобретает знания, но не пользуется ими. Подобен тому, кто пашет, но не сеет. Конфуций. Если боишься, не делай. Но если начал делать, делай и ничего не бойся. Если только знать, но не действовать, то это равносильно незнание. Чупси. Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для себя самого. Джордж Каннин. Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Теодор Рузвель. Чтобы сделать в мире что-нибудь достойное, нельзя стоять на берегу, дрожа и думая о холодной воде и опасностях, восперегающих пловцов. Надо прыгать в воду и выплывать, как получится. Сидни-смин. Да что такое? Следуй своей дорогой и пусть люди говорят что угодно о легенере данной. Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены принистарших. Настанет время, когда наши потомки будут удивляться, что мы не знаем о таких очевидных вещах. Самыми удивительными открытиями уйти, которые нам не достает еще мудрости предвидеть, Карл Саган. Путь в тысячу миль начинается с одного шага Конфустии. Деятельность. Единственный путь к знанию. Бернард Шоу. Повторять чужие слова не значит еще понять их смысл. Жила людинами. Только гневцы и покойники никогда не меняют своих мнений. Джеймс Лобби. Читать не размышляя. Все равно, что есть и не переваривай. Этман Берк. Если человек не умеет размышлять, то даже если он прочтет целый книг, он засматривает лишь, чтобы его называли книжным шкафом. Сульсиэном. Можно дать совет, но нельзя дать разум им воспользоваться. Франсуа Деларошуко. ВОЗИПИСИЛЬИ ЧИГАНИ